Руководители областных управлений не делят эскетимскую территорию на город и район. Сводки происшествий составляются общие. Из них следует, что в минувшем году эскетимские водители вырвались в областные лидеры почти по всем статьям. Одни из самых многочисленных в области, в кавычках, закорененных любителей проехать под шофе, невзирая на уголовную ответственность. Только в Берске 16 уголовных дел возбуждено по статье 264 Уголовного кодекса за повторное управление в нетрезвом состоянии. В эскетимском – 14, в Черепановском – 10, в Кочаневском – 9. В районах области проведена проверка пешеходных переходов. Комиссия смотрела, насколько правильно они оборудованы. Выяснилось, что все обследованные объекты имеют недостатки. Свыше 70% дорожных фактов на пешеходных переходах – дорожные знаки, разметка, ограждение, освещение, отсутствие и неэксплуантированное состояние тротуара. В добавлении к этому общая социальная характеристика причины таких ДТП в эскетимском районе из шести ДТП по виде пешеходов четыре пешехода находились в состоянии опьянения. В Черепановском – из трех два. Как отметили представители эскетимской делегации, они давно готовы довести до нормы пешеходные переходы. Есть и проекты по их оборудованию, однако сегодня не хватает средств даже на то, чтобы привести в порядок дороги. Требуется ремонт 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Кроме того, на совещании обсуждали законопроекты в части транспортного обслуживания населения, возможности организации перевозчиков закупать автобусы в лизинг и о замене тахографов пластиковыми картами.